Шаббат шалом! Начинаем шаббат! Первый амма сегодня, второй амма начинается. Трансляция на ютубе. Шаббат шалом, друзья! Шаббат шалом всем! Дорогие друзья, всех приветствую вас, благоставляю во имя Господне. И вот сейчас уже зажег свечи шаббата. Это субботние свечи огни святого Господнего праздника. Слава Богу! Приветствую всех! Сейчас записал видео в парке. Эра в шаббат и завершение первого ава, первое число месяца ав. Новомесячие. И вот сегодняшним вечером, первая суббота, уже пятого месяца, получается, второе ава наступает. Уже, да. Вот. И у меня на столе, что я мог приготовить. Приготовил к празднику. И хочу читать и Слово Божьего сегодня. И молиться вместе с вами, благоставлять Бога Великого. Вот. И сегодня у меня здесь борщ. Но он уже сейчас еще поздно, я его начал готовить, наверное. Ну, так вот, не подрассчитал. Но, в общем-то, уже готов. Я его сейчас накрыл здесь такими этими, как сказать, одеялами такими, полотенцами. И он у меня сейчас немного попарится. Вот. Так что, в завершение я буду наливать себе борщик шабатный. И буду праздновать шаббат, субботу. Зажег свечи. У меня свечи субботы. Здесь у меня, ну, приготовил Слово Божье. Для чтения, размышления. Две халы. Это плетенки, проще говоря. Халы. Две. Почему две? Двойная порция такая сегодня. Почему две халы? Потому что, так, такое воспоминание о чуде, которое Бог совершал каждый шаббат, каждую субботу. Ну, точнее, накануне, в пятницу. Во время нашего исхода, 3330 лет тому назад, это чудо началось. И оно продолжалось 40 лет подряд. Да, да. Библия говорит, что 40 лет подряд продолжалось это чудо удивительное. И в пятницу выпадала всегда двойная порция нам. Обычно маны выпадало достаточно каждому на пропитание на один день. И даже повеление было такое, что ничего не сохраняйте, пожалуйста. Потому что, если что будете сохранять, это все пропадет. Но были и непослушные евреи, к сожалению, и неевреи среди вышедших, которые взяли и сохранили, так вот, заначку. Но все это пропало. Все это мана, она только лишь на один день была манной. Хлебом ангелов, хлебом небес, который ел человек. Удивительно. Но на протяжении 40 лет это чудо происходило следующее. В пятницу выпадала двойная, больше, чем обычно, порция. И собирали двойную порцию маны, каждому на два дня. Каждому человеку, чтобы съесть на два дня. Вот. И совершалось чудо в шаббат. Каждый шаббат на протяжении 40 лет совершалось великое чудо. Манна не гнила. Она сохранялась свежей, вкусной. И ее ели мы 40 лет подряд. Слава Богу. И воспоминания об этом чуде, халы две берем. И благоставляем Бога, благодарим Бога за все. Он хлеб жизни. Сам Иешуа Машиах. Сам Иисус Христос. Он есть хлеб живой. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. У меня здесь также плод виноградной лозы, сок виноградный. И поднимаю кедуш и благодарю Бога за все. И говорю слова благословения. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Вот это у нас такое таинство совершается, шабата. И удивительно, да, у нас, у меня здесь и соль приготовлена тоже. Вот, соль, хлеб, соль, как говорится, хлебом, солью встречаем, да. Вот, ну, соль, знак праведности, потому что всякая жертва, она осолялась и сжигалась. И если не осолялась, то она воняла, смердела, значит, и это знак такой святости. То есть Господь хочет, да, нам показать удивительный урок. Вот, каждому из нас это праведность. Это его праведность, без которой все смердит. И все, все, все напрасно. Вот так вот, друзья. Ну, и я зажег уже свечи шабатные. Преломляю хлеб. Благословен Господь. Благословен Бог наш. Аллилуйя. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, семья моя. Шаббат шалом, детки. Шаббат шалом, внук. Шаббат шалом. Всем. Вашим семьям, вашим домам, родным и ближним. Шаббат шалом. Шаббат шалом, 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 шаббат шалом. От Авину Хай, наш Отец живой, Бог Его, Бог Авраама, Исаак Якова, наш Отец живой. От Авину Хай, Ава, Авину Хай, от Авину Хай, наш Папа живой, Бог Отец Небесный. От Авину, От Авину, От Авину Хай, Ам Израил, Ам Израил, Ам Израил Хай, Ам Израил, и народ Израиля, и народ наш живой, потому что Бог живой, потому и народ наш жив. Ам Израил, Ам Израил, Ам Израил Хай, Хай. Я вам желаю всем мира, я вам желаю радость, мира, счастья, радости в Господе. И благоставляем Иерусалим. Иерусалим, шалом, шалом, шалу, шелом, Иерусалим. шаббат шалом шаббат шалом шаббат 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 шалом субботний мир господний мир шаббат 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 шалом аллилуйя у братья сестры из второзакония хочу прочесть вам из 5 главы 12 стиха и далее наблюдай день субботний чтобы свято хранить его как заповедал тебе господь бог твой шесть дней работы и делай всякие дела твои а день седьмой суббота господу богу твоему не делай никакого дела ни ты не сын твой не дочь твой не раб твой не раба твой не вол твой не осел твой не всякий скот твой не пришавец твой который у тебя чтобы отдохнул раб твой и раба твоя как и ты и помни что ты был рабом в земле египетской но господь бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцею высокую потому и повелел тебе господь бог твой соблюдать день субботний аллилуйя спасибо тебе господь две главных причины дамы и господа братья и сестры две главных причины почему мы празднуем господний святой день субботу первая причина бог наш создатель он дал нам жизнь он сотворил нас и первый шаббат он провел с первой семьей все человечество было тогда 5778 лет назад как говорится ты да я да мы с тобой адам и ева муж и жена недолго конечно музыка играла недолго продолжала счастье в раю и в общем то дальнейшей истории человечества она пошла к сожалению вот так вот как пошла но несмотря ни на что память о том былом рае и о том первом шаббате она всегда согревала человеку сердце каждому праведному человеку каждому ищущему бога человек человеку согревала сердце и сохранялась понимание субботу субботнего дня и до самого времени исхода но уже во время исхода 3330 лет тому назад когда бог давал заповеди эта заповедь стала уже даюре заповедью а то было де-факто фактически до того а 3330 лет назад она стала даюре заповедью божью и их действительно сегодня нам новозаветно верующим евреем и неевреем время радоваться и торжествовать ликовать бога прославлять за его дар за его спасение и помним мы всегда помним и должны помнить первая главная причина с празднования шаббата суббота что бог создатель всего этого мира а вторая причина она указана здесь вот так же во второзаконии вторая причина что он выпил нас из рабства египетского мы были рабами а теперь нет мы свободны мы не рабы рабы не мы теперь мы свободные люди бог нас вывел и вот память об этой об этом освобождении бог повелел запечатлеть субботники и поэтому для нас суббота это праздник свободного человека это праздник освобожденного человека это праздник спасения это праздник выхода из рабства как бы пасха такая маленькая пасха каждую неделю слава господу благословляю всех вас дорогие друзья братья и сестры благословляю свою семью благословляю каждого из вас ваши семьи родных и ближних во имя господа иисуса христа благословляю и ишуа машиаха аллилуйя да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир и и Благодарю вас, дорогие друзья, пусть Бог Авраама Исаака Якова, Бог Великий Могучий благословит вас всех. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Шалом, друзья.